Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Падение с эскалатора, размотанное авто и непонятый фанат. В крае произошла целая серия не совсем обычных ЧП. Белокуриха-Горная может стать особой экономической зоной. Об основных итогах визита на Алтай главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Российские звезды и 20 с лишним тысяч зрителей. Чем запомнится 31-й фестиваль «Земляки». И начнем наш выпуск с чрезвычайных происшествий. Сегодня и в минувшие выходные их произошла целая серия. Причем многие довольно необычные. Так, сегодня утром в Бийске две женщины упали с эскалатора в одном из торговых центров. Пострадавшие получили травмы в состоянии средней степени тяжести. Женщин доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Не менее травмоопасным выдался концерт в памяти лидера группы «Король и Шут» в одном из клубов Барнаула. Там один из посетителей забежал на сцену и прыгнул с нее в толпу. Зрители, не ожидав такого, разбежались и не стали ловить фаната. В результате мужчина приземлился на бетонный пол и, по словам очевидцев, ударился лицом. Музыканты остановили выступление и обратились к зрителям, призвав подобного больше не делать. О самочувствии пострадавшего пока неизвестно. Беспокойной выдалась и обстановка на улицах города. Накануне на Никитина раскурочила Мерседес. По данным госавтоинспекции, водитель не выдержал скорость, не справился с управлением и врезался в препятствия. Мужчину с различными травмами госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Пассажирке оказана помощь на месте происшествия. В районе станции «Озерки» грузовой поезд насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, он пересекал ЖД пути сразу после прохождения состава в одном направлении и не убедился в отсутствии встречного поезда. Машинист пытался применить экстренное торможение, но безуспешно. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас личность погибшего устанавливается. И в Барнауле из окна шестого этажа выпала пятилетняя девочка. По словам свидетелей, после падения она плакала, подавала признаки жизни. На данный момент о ее состоянии ничего не известно. Подробности устанавливаются. К сожалению, подобные инциденты не редкость. Родители просят быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра вблизи открытых окон. Ну а мы продолжим. Крайсберком завершил регистрацию кандидатов в губернаторы региона. Еще три претендента на пост главы края удостоверения кандидатов получили 5 августа. Это руководитель фонда имущества региона Владислав Вакаев, партия «Новые люди», депутата КЗС, директор института клинической медицины и медуниверситета Елена Хрусталева, партия пенсионеров, а также депутата КЗС Сергей Маленкович от «Коммунистов России». По итогу удостоверение получила вся шестерка, прошедшая муниципальный фильтр. Ранее избирком уже зарегистрировал действующего губернатора края Виктора Томенко, депутата Алтайского ЗАГС Собрания Евгению Боровикову от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и лидера краевого отделения ЛДПР Сергея Булаева. Следующим этапом кампании должен стать период предвыборной агитации. Стартует он 12 августа. Минэкономразвития России поддержит создание особой экономической зоны на территории Белокурихи-Горной. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. На этих выходных он посетил Алтайский край с рабочим визитом. Где еще побывал министр и какие изменения ждут наш регион, расскажет Ирина Корчагина. 2 миллиона 200 тысяч туристов. И это всего за один год. С такими показателями Алтайский край держит лидерские позиции по количеству мест размещения отдыхающих во всем Сибирском федеральном округе. Накануне министр экономического развития страны Максим Решетников оценил главные туристические места региона – Белокуриху и Березовую Катунь. Алтайский край действительно эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером развития экономики. Причем не когда-то, а что называется уже здесь и сейчас. Достаточно сказать, что Алтайский край привлек в бюджет, получил вернее в бюджет от туризма 2 миллиарда рублей в прошлом году. И это уже такой существенный сектор экономики. Здесь уже многое что есть. Здесь есть жизнь. И жизнь Виктора Петровича и его команда за последние 5 лет сюда реально вдохнули. По количеству мест размещения и по их вместимости Алтайский край находится на первом месте в Сибирском федеральном округе. Но наши соседи, коллеги, наши добрые друзья, конечно, не дают нам стоять на месте. И для того, чтобы оставаться первым, надо бежать еще сильнее, чем ты делал это в предыдущее время. В регионе ожидают, что число гостей будет только расти, а значит, необходимо строительство новых отелей. Не так давно Алтайский край получил самую большую федеральную субсидию на строительство модульных отелей – более 900 миллионов рублей. В прошлом году удалось привлечь рекордный за последние 5 лет объем частных инвестиций – более 2,5 миллиардов рублей. Сегодня в нашем портфеле 41 подписанное соглашение на общий объем инвестиций в области туризма и индустрии гостеприимства на общую сумму чуть-чуть больше 50 миллиардов рублей заявленных. Это примерно 4,5 тысячи номеров и 4 тысячи рабочих мест. Проекты эти должны быть реализованы до конца 28-го года. И со своей стороны мы будем делать все, чтобы у наших инвесторов все получилось, все сложилось. Во время рабочего визита Максим Решетников заявил, что Минэкономразвитие поддержит создание особой экономической зоны на территории Белокурьих и Горной. То есть в будущем этот режим будет распространяться не только на Бирюзовую Катунь. С брендингом регион поработает. Понятно, что там уже не Бирюзовая Катунь, но, в общем, это, наверное, вопрос решаемый. Там позволят это решить в том числе и вопросы, связанные со строительством новых объектов. В Уэзе там особый порядок, поменьше, скажем так, природоохранных требований, потому что там аккуратно идет использование. В общем, тоже можно шагаться. Да, с одной стороны, там географически далековато, наверное, да. Ну, с другой стороны, там полтора-два часа для сибирских просторов, в общем, время доступное. Кстати, налоги, полученные от туристической деятельности, расходуются на развитие всего края. Ремонт и возведение школ и детских садов, больниц, строительство новых дорог и благоустройство. Ирина Корчегина, День с толком. Умная площадка впервые появится на территории одной из образовательных школ Барнаула. Она включает в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и специальные тренажеры, которые позволяют просмотреть инструкцию по их применению. Подробности далее. Создание нестандартных спортивных пространств и оснащение их современным оборудованием. Такова главная задача масштабного федерального проекта «Я выбираю спорт». Так, в его рамках на месте стадиона Барнаульской школы номер 128 сегодня возводят умную площадку стоимостью более 50 миллионов рублей. Согласно графику, 25 августа объект сдадут в эксплуатацию. 23 года школе сдавался в проекте. Футбольное поле было, были площадки, но они не были такие современные, то есть за ними было сложно ухаживать. А теперь на этой территории появится футбольное поле с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и зона для занятий воркаутом, а также современные и технологичные тренажеры. Оно будет оснащено QR-кодами и если сканировать со смартфона, то пользователь получит видеоинструкцию, как это оборудование использовать. Тренажерные комплексы, тренировочные комплексы, они будут доступны всем, как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже этим давно занимается. Предполагается, что инновационная спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы номер 128 и жителей индустриального района, но и для всех гаражан. Кроме того, новый спортивный объект планируют включить в число площадок, где будут проводить занятия по проектам «Дворовый инструктор» и «Дворовый спорт». Дмитрий Дроздов, День с толком. Ровно 18 лет назад по дороге в Барнаул погиб Михаил Евдокимов, народный артист, а в тот момент губернатор Алтайского края. Однако фестиваль «Земляки» созданный им и после его смерти не прекращался ни на год. В минувшие выходные он прошел в 31 раз и собрал почти 20 тысяч человек. Соотечественников, почитателей таланта и просто благодарных жителей. Мои коллеги продолжат. Здесь все земляки. Тысячи жителей края и других регионов в эти выходные по традиции ехали на родину Михаила Евдокимова. В селе Верховское в 31 раз проходил фестиваль народного творчества и спорта «Земляки». Приехали, как бы сказать, по зову сердца, нам близок сам Евдокимов. Чувствуется кругом доброта, светлость, гордость на душе. Все прекрасно. Спортивное состязание днем, вечером – музыкальный праздник. Земляки давно стали площадкой, где люди отдыхают и телом, и душой, и поколениями ездят на фестиваль. До своей гибели в 2005 году Михаил Евдокимов каждое лето собирал в Верховском тысячи людей, объединяя их любовью к малой родине и семье. Глубокое служение своей земле подчеркнул и губернатор Виктор Томенко. Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше. Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал. Я впервые выступала на этом фестивале, наверное, лет 10 назад, еще в таком детском коллективе. И периодически сюда приезжаю. Поэтому для меня это уже история, как минимум. И, наверное, это еще классный показатель того, что, казалось бы, в таких маленьких местах, регионах проходят такие крупные фестивали. Фестиваль памяти не мог пройти без друзей Евдокимова. Большие артисты стараются приезжать на Алтай каждый год. Уникальный настоящий мужик. Юмор Сергеевича. Выше пояса, ниже никогда не опускался. С потрясающим чувством юмора, потрясающими вокальными данными. И грандиозный товарищ и наш друг. Панкратов Черный вспомнил, что народность была у Михаила в крови. И любую несправедливость по отношению к землякам он воспринимал с болью. Он не мог к этому относиться равнодушно и спокойно. И жить ради своей славы и популярности. Он плакал, он рвал к себе на куски. И мы за это его любили и восхищались им. Он умел дружить, он умел и ненавидеть. То есть он ненавидел, он никогда не будет дружить. Он не шел на компромиссы никогда. Поэтому вот это вот и люди чувствовали. Поэтому шли за ним. Приезжали с десяток деревень. Даже сетки деревень. Я помню, кирзовые сапоги, плащи, на лошадях, на машинах. Приезжали на велосипедах. Что? По словам друзей, сами люди и подтолкнули Михаила на путь политики. И мощно поддержали во время выборов на пост губернатора. Эти выборы считаются самыми народными в крае с начала 21 века. Шлифовщик на заводе, получивший образование экономиста, ставший всероссийским артистом, а после избранным губернатором. Если только я говорю, что я с Алтая, первые, кто говорят, о Евдокимову знали. О Евдокимову знали, да. Да. Поэтому мы просто обязаны приходить на этот фестиваль. Мы просто обязаны помнить наших земляков. А уж что касается Евдокимова, ну тут, наверное, без откровения. Просто простая человеческая любовь и, наверное, уважение. Я был за неделю до его гибели, у него дома вот здесь, в Ваховском. Вот. Ну, я всего не могу рассказать, а просто я помню, что у Миши на бане стоял ребенок. Да, да, да. Он так, корабль проходит, он, и корабль ему отвечает. Так вот говорят, что сейчас корабли проходят, Миши нет, а они все сигналят. Сейчас артисты надеются, что власти разрешат установить Михаилу памятник на въезде в село Верховское, чтобы народная любовь к Евдокимову не гасла. В этот раз фестиваль собрал почти 20 тысяч зрителей. Анастасия Дороган, Ольга Иванова, Владислав Ковалев. День с толком. 10 новых парков отдыха должны появиться в Барнауле в ближайшие 18 лет. Такая информация появилась еще в прошлом году. Ее внесли в схему развития города разработчики генплана краевой столицы. Между тем, барнаульцы все чаще говорят о том, что город год от года меняется. Запущенные парки после реконструкции становятся местом, где хочется проводить время. Благодаря чему это происходит? Должен ли каждый из городских парков иметь свое особое лицо? И стали ли барнаульцы более трепетно относиться к паркам после их реконструкции? Об этом в нашем материале. Тут все хорошо. Ну все. Не сравнить, какой был и какой стал. Как в Москве. Многие эксперты еще до начала реконструкции изумрудного, а это было 4 года назад, говорили, что будут стремиться создать современный парк, похожий на столичный. Спустя время не только эксперты, но и простые горожане уверенно заявляют. Получилось. Все потому, что жители и общественность были очень активны. Проводили субботники, а потом проголосовали за реконструкцию парка в рамках федеральной программы. Наш город участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» уже с 2019 года. С 2019 года мы приступили, благодаря выбору населения, в том числе именно в рамках голосования, жители выбирают у нас зеленые уголки, на которых они хотели бы видеть их новыми. Теперь новые изумрудные в качестве места для отдыха выбирают тысячи людей, причем не только те, кто живут рядом. Пешеходные, вилла, дорожки, площадки для выгула собак. По выходным не только здесь проходят всевозможные развлекательные мероприятия. Изюминки добавил и пруд, который наполнили в этом году. Он отличается, конечно, детскими площадками, отличается от других парков. Ну и озеро, катамараны. Больше же у нас нет таких в парках в Барнауге. Таких нет, но есть другие. Вслед за изумрудным, общественность, а затем и власти обратили внимание на парк, через огромную территорию которого в 90-е люди даже боялись ходить. Море пространства и зелени и море мусора. Таким еще пару лет назад был юбилейный. Теперь он тоже меняется на глазах. Народ стал гулять, отдыхать. А до этого никто здесь не был. Ну, лыжники иногда промелькивали. И какие-то странные такси, машины тут заезжали. Непонятные. Изменения кардинальные. Мне очень нравится, какая здесь сейчас природа, аллейка. Едешь на велосипеде, и над тобой прям такая небольшая лесная роща, как будто бы очень комфортно. Есть здесь хороший асфальт, белочки прыгают, каждый день их вижу, поэтому я очень доволен. Надеюсь, парк будет развивать еще больше. Я бываю практически ежедневно. И, честно говоря, мне нравятся те места, где еще не благоустроено, потому что они напоминают лес. Позиционирование зеленого парка хотелось бы, для отдыха, для спокойного отдыха. Вслед за общественниками, обычными горожанами, эксперты заговорили о том, что каждый парк, будь то новый или после реконструкции, должен иметь свое лицо и свой колорит. У изумрудного он есть. Должны подтянуться и другие. Если, скажем, 10 лет назад, 5 лет назад зеленые зоны в качестве благоустройства еще были достаточно сомнительными, то теперь к вопросу к качеству нет. Вопрос только лично, может быть, у меня. Вопрос к идентичности зеленых зон, потому что мне кажется, что у каждой зеленой зоны должна быть своя айдентика, должна быть своя узнаваемость, чтобы человек, ну вот, понимаем мы, да, в мире современном живем, человек где-то сфотографировался, выставил статус, мы все понимаем, где он. Возьмите парки Великобритании, возьмите парки, вообще европейские парки. Там в городах, допустим, в той же Барселоне, такое туристическое место, ведь там каждый парк имеет какую-то свою направленность. И вот в этом плане у нас в городе Барнауле изначально парки имели такое свое лицо. Парк Центрального района, но он всегда считался историческим, ведь горная аптека, которая находится напротив этого парка, это по большому счету был питомник, был аптековский сад, который там, и первая улица города Барнаула проходила именно по территории парка Центрального района. И он носил, так будем говорить, такую историческую свою направленность. Кстати, в этом году Центральный на реконструкции тоже в рамках федеральной программы. Сохранит ли он свою изюминку, покажет время. А между тем, нынче горожане отдали свои голоса за реконструкцию парка имени Ленина. Проект парка на стадии обсуждения, но народ в перспективе видит его тоже со своей изюминкой. Парк культуры и отдыха со спортивным уклоном. Наверное, не со спортивным, а больше всего физкультура. Оказывается, вот я подниму эти архивы Алтайской правде, есть материал. Вот эта аллея, она была посажена олимпийскими чемпионами Олимпиады 1980 года. Точно? Роднина здесь была. Она принимала участие в высадке вот этих деревьев. Можно было на травке посидеть, даже расстелить, а не в зарослях вот здесь. Делать какие-нибудь площадки, возможно, для тенниса. Кстати, многие отмечают, что горожане не только активно голосуют за преображение зеленых зон с их появлением, они более бережно относятся к сохранению парков. В том же юбилееном, следя за порядком, сообщают в мэрию в случае нанесения каких-то повреждений. А еще готовы голосовать за появление новых, за продолжение городской зеленой революции. Тем более, что в этом готовы помогать. С 2019 года мы порядка 19 зон таких реконструировали. Благодаря поддержке Виктора Петровича Томенко, то есть мы участвуем, выделяется очень большой объем краевого финансирования. На текущий год у нас порядка 350 миллионов выделено на благоустройство наших зеленых территорий. Город меняется. Мы сюда приехали в 2012 году с Каргизии. Город очень вырос. В зеленом насаждении вырос, вообще вырос. Да, качество зеленых зон растет, количество тоже растет. Ну и как бы, соответственно, опыт в этой сфере тоже накапливается. То есть у нас есть уже готовые кейсы, которые можно как-то экстраполировать на будущие проекты. Уезжать отсюда не будем. Нам очень нравится наш город Барнаул. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. И в завершении выпуска приятная новость для местных футбольных фанатов. «Динамо Барнаул» на выезде обыграла «Урал-2» из Екатеринбурга. И пока «Белоголубые» в своей лиге занимают первое место на первенстве России по футболу. Счет в матче на 41-й минуте. С пенальти открыл игрок «Динамо» Артем Яркин. В начале второго тайма уральцы сумели не только сравнять счет, но и на 62-й минуте вышли вперед 2-1. Однако нашим удалось переломить ход матча. На 68-й минуте Игорь Абрамов восстановил равенство в счете 2-2. А на 80-е после активных действий Алексея Гришикова счет 3-2. Следующий матч футболисты «Барнаульского Динамо» проведут на выезде 19 августа против «Казанского Рубина-2». А в турнирной таблице даже непривычно об этом говорить. Белоголубые идут на первом месте с активом в 7 очков. Неплохое начало сезона. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Продолжение следует.